Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Сергей Аверцев, основатель Рязанского автомобильного клуба. Сергей, здравствуйте! Про автомобильный Рязанский клуб, я думаю, многие слышали, но лишь некоторые представляют себе вообще, что это такое. Расскажите, пожалуйста, что это за клуб такой? Некоторые, это, конечно, наверное, не совсем то слово. С вашего позволения, на сегодняшний день в клубе состоит около 10 тысяч человек, по нашим данным. Ровно столько держателей карты у себя зарегистрировано. Конечно, в масштабах города это менее 10%, но тем не менее цифра все равно приятная. Клуб – это не клуб по интересам, как часто принято думать, какие-то там гонки, фестивали, что-то еще. Действительно, многие слышали о нас с этой стороны. А клуб, он создан для того, чтобы автолюбители могли решать любые свои проблемы, любые вопросы сообща. Наверное, на примере получится рассказать лучше. Все начиналось с тех пор, как заявленные компании, так скажем, мы выдавали уже сертификаты соответствия многим организациям, которые обязуются оказывать качественные услуги в этом области, в том числе АЗС. Одна из АЗС, ее уже не существует, слава богу, в Рязани, вступила в наш клуб, а продержалась в ней два дня. Так это было. Вступила в клуб, подписала договор, обязательства, хороший бензин, все здорово, все замечательно. Проходит два дня, нам звонит один из держателей карты и говорит, вы знаете, я вот вчера заправился на новый АЗС, который вступил в клуб, и у меня что-то там с движком, там какие-то звуки, что-то не так. Менеджер звонит руководителю АЗС, он говорит, что случилось, как так, руководитель говорит, вы знаете, все правильно, мы вчера бензин разбавляли. Как разбавляли, там шок, что такое, водой, нормальное дело, все хорошо. А как же быть человеку-то, да? Допустим, говорит, он к нам больше и не ездит вообще с родом, подумает, что другие приедут, мы хорошо стоим. То есть, когда автолюбитель он один, вот действительно такое отношение возможно со стороны очень многих организаций и органов власти, порой, к сожалению, в том числе. Вот такое вот отношение, что пусть он к нам больше не ездит и все, да? В той ситуации получилось, как он сказал, вот это он это сделал, и к ним больше не ездит уже не один автолюбитель, а несколько тысяч. То есть массовость – это сила. Все уже сразу знали, кто это, что это и так далее, грубо говоря, да. Сколько лет уже существует клуб и как все начиналось? Ну, существует он уже, наверное, около 10 лет, чуть меньше, точную дату я вам сейчас не скажу. Но началось все, собственно говоря, со страховки ОСАГО. Всем известный, всеми горячо любимого полюса ОСАГО. Вы наверняка тоже знаете, что это. И как-то так получилось, что вот у нас принято этот полюс покупать. Закон заставляет, государство требует. И люди думают только об одном – как заплатить за этот полюс деньги. Что будет дальше, почему-то никто в голову не брал, да, что там надо как-то их потом получать, что-то еще в законном базе купить, значит, надо купить, надо потратить побыстрее, да. Соответственно, страховые компании этим, как правило, пользуются очень часто. И выплаты по полюсам ОСАГО были одно время вообще смешные. Да, сейчас хоть чуть-чуть ситуация стала лучше, но, тем не менее, тоже делика от совершенства. Но для того, чтобы автолюбителю как-то ситуацию исправить, ему надо обратиться к юристу, заплатить ему денег. Ему надо сделать независимую экспертизу, заплатить за нее денег, сколько-то там избирательств судебных и так далее, да. То есть сначала там потратиться серьезно и время тоже потерять, и только потом получить то, что ему положено, да. Вот это все мы как бы сумели организовать должным образом, не буду долго утомлять механизмом, но для того, чтобы получить выплаты по ОСАГО в законном размере, в состоянии в журналистском автомобильном клубе, автолюбителю не надо ничего. Ему нужно только прийти в клуб и сказать, вот так и так, вот получилось, сделайте что-нибудь, да, и ничего платить не нужно. Все это делается уже автоматически. Ну и, собственно, мы всячески пытались поднять самосоздание граждан в этом вопросе, да, то есть как-то их приучить к тому, чтобы вот действительно они, когда отдают свои деньги, думали о том, за что они отдают и как их возвращать. Вокруг этого, в общем-то, все и завертелось. Десять лет – это достаточный срок, большой срок, да, насколько сильно все развивалось? Ну, насколько сильно судить, наверное, не мне. У меня всегда субъективный, конечно, взгляд. Собственно, детище все-таки, да, я его как-то в свое время принес в этот город. Но мне кажется, в общем-то, есть чем гордиться, начиная с того, что, если брать просто дискуртную систему, которая уже вышла даже дальше на базе этого всего, то есть, опять же, да, нас много уже, у нас там несколько тысяч человек, уже там давайте нам скидки будем всем давать, потому что клиенты всем нужны и так далее, да. Дискутная система наша вот уже на протяжении более пяти лет насчитывает более ста организаций, и она стала уже не просто дискутной системой, она стала уже некой системой по контролю качества, аналогов которой вообще, в принципе, не было. Вот, как я рассказывал уже сегодня за АЗС, да, со всех организаций, которые вступают в автомобильный клуб и декларируют то, что они хорошо относятся к автолюбителям, мы требуем обязательно, будем говорить, мы требовали, да, я сейчас уже клубом не руковожу, требовали обязательного условия, что они предоставляют услуги надлежащего качества, то есть, грубо говоря, играют честно. И, соответственно, мы следили при помощи тех же самых наших держателей карт за тем, чтобы все эти правила обязательно соблюдались. И всегда можно было смело ехать на любую АЗС, там, в любой автосервис, с наклеечкой клуба, зная, что там не обману, что там хорошо. То есть, вот как-то со временем превратились вот в такую некую маркетинговую структуру контроля качества. Ну и периодически пытаемся всякие разные проекты, которые облегчают жизнь автолюбителям, добавить там какие-то деньги на дороге, вот у нас были, сейчас, насколько я знаю, там новый проект затевается. А какие-то мероприятия, которые украшают жизнь, вот проходят? Да, мы пытались к этому, как я уже сказал, привлечь внимание, как могли. Ибо просто обычная реклама, там какие-то карточки, да, люди смотрят на них вот в огромном потоке карт, ничего не замечая, ничего не видя, какие-то юридические услуги, что-то это, все это серое. Мы пытались клубу, как только вот, что мы только не делали для этого, да, проводили там проект-календарь у нас был, там интересный, там конкурс моделей, да, там машины и девочки, всегда красиво, интересно, он получил какую-то популярность, такую-то известность. Выставку ретро-автомобилей тоже проводили, у нас были очень интересные экспонаты, очень интересные, красивые машины, приезжали люди, ходили смотреть. А фестиваль тюнинга, который мы затеяли лет, наверное, 6 или 7 тому назад, он из рекламной такой небольшой акции превратился в самый достаточный проект. В общем, даже это немножко минус для клуба, скорее, потому что мы его использовали как рекламную акцию привлечения к клубу, а в итоге очень многие рязанцы знают о клубе только как о организации, которая проводила и проводит фестиваль «Автой стиль». Вот, фестиваль этот собирал участников уже в итоге, да, там на 4-й, 5-й созыв собирал участников уже регионов, наверное, из 15. Мы проводили его на площадках там возле ТРЦ «Премьер», возле ТРЦ «М5 Мол». Там очень интересные экспонаты были, и в ЦФО он стал самым крупным. В Москве, конечно, можно было найти что-то покрупнее. Один из очень интересных моментов, когда, я помню, я ездил уже после наших фестивалей в Тулу на фестиваль «Автострада», который проводился к тому времени уже 12 лет, был известен на всю страну, и вдруг как-то внезапно, просто туда приехав посмотреть, обнаружил, что, в общем-то, мы, во-первых, крупнее, а во-вторых, там добрых 3-4 десятка машин в Туле были с наклейками на номерах Рязанского автомобильного клуба, да, то есть люди гордились участием в этом фестивале и так далее. Вот об этом фестивале, в общем-то, да, есть что рассказать, есть что показать, он интересен сам по себе. Сергей, вот скажите, пожалуйста, для того, чтобы основать что-то, да, как мне вообще вот кажется, это нужно этим, ну, болеть практически, наверное, очень это любить, да, вот. Насколько вы автомобилист? Вообще не автомобилист. Вообще не автомобилист. Конечно, я с 14 лет за рулем там еще, там, папа мне что-то давал поводить где-то в деревне, никогда, мне там не прав, ничего, оно было нельзя, называть себя каким-то гонщиком, я никоим образом не могу. Но пробовали, тем не менее. В гонках участвовать, профессиональных нет ни разу никогда, скорее вот в каких-то внедорожных состязаниях чуть-чуть, это мне немножко ближе, наверное, да. И продавать машины доводилось в очень большом количестве, и тестировать, в принципе, можно найти сейчас там в каких-то, наверное, источниках общедоступных мои статьи о новых моделях, ну, на то время новых, там, закончил я это дело, там, лет, наверное, 7-8 тому назад. То есть, как-то так, или иначе, я был связан с автомобилями достаточно долго, но назвать себя каким-то профессиональным автолюбителем, автомобилистом я не могу. Но в том, собственно, наверное, идее клуба как раз, да, что он не для тех, кто этим занимается профессионально, он не для тех, кто, там, является гонщиком, является, там, поклонником тюнинга, поклонником ретро-каров и чего-то еще, он для всех, у кого есть машина, вам, я уверен, он тоже будет полезен. Ну, по крайней мере, ездить приходится. Ну и скажите, конечно, вот, что представляет из себя клуб на сегодняшний день, ну и какие-то перспективы развития, какие-то планы имеются в ближайшем будущем? Ну, на сегодняшний день, Наталья, клуб – это, как я уже сказал, максимальная правовая поддержка. Не хотелось бы пустых слов говорить, это, ну, конкретно, конечно же, страхование. А санга, каска на самых, вот именно самых, что главное, честных условиях, да, то есть, в первую очередь, когда люди к нам приходят что-то покупать из страховок, к нам, по привычке, приходят что-то покупать из страховок, им рассказывают о том, как потом можно получить деньги, что потом будет, что будет, если что-то, за что они платят, да, это, конечно же, оформление любого рода документации, связанной с автомобилем. Там и договоры купли-продажи, и оформление, не дай бог, ДТП, и выяснение виновников ДТП, если есть какие-то спорные моменты, и, конечно, определение этих виновников при взаимодействии с органами ГБДД и так далее. То есть, вся вот эта вот структура, которая есть. Конечно же, жива и никуда на ней денется дискотная система, система контроля качества. Ну, и, насколько мне известно, вот на сегодняшний день готовится один очень интересный новый проект, который сделает жизнь авторюбителя еще привлекательнее, там, связан с получением бесплатных услуг, тоже будет уникальна в своем роде система. Ну, за этим, наверное, лучше обратиться к нынешнему руководству автомобильного клуба. Ну что ж, удачи вам, спасибо огромное за интересную беседу. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Сергей Аверцев, основатель Рязанского автомобильного клуба. Это программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова